В сильную жару Мадрид посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйенс, коллегия комиссаров. Так началось председательство Испании в Совете ЕС. В первую очередь она должна заняться проблемой эмиграции, которая сложнилась после того, как на прошлой неделе Венгрия и Польша проголосовали против распределения тех, кто пребывает на европейские берега по всему Союзу. Застопорилась реформа системы предоставления убежища и помощь третьим странам, из которых уезжают люди. Брюссель надеется, что при посреди Мадрида с Будапештом и Варшавой будет достигнут компромисс, который позволит единогласно принять это ключевое для Евросоюза законодательство. Председатель Испании считает своим приоритетом подъем экономики и достижение стратегической автономии ЕС. А это означает снижение его зависимости от экспорта энергии, сырья и технологических компонентов, особенно от таких поставщиков, как Россия и Китай. Поэтому испанский премьер стремится укрепить связи с Латинской Америкой. Своими задачами Педро Санчес назвал создание зоны свободной торговли с блоком Меркосур и развитие международного сотрудничества. Испания также выразила готовность координировать усилия по поддержке Украины, борьбе с изменением климата, укреплению единства Евросоюза и достижению социальной справедливости. Однако на национальных выборах в конце июля испанские социалисты могут лишиться власти и передать ее народной партией. В результате внутрополитический курс страны сдвинется вправо. Из Мадрида передает корреспондент Евроньюз Аида Санчес-Алонсо. Санческий премьер стремится укреплением. Продолжение следует...